Всем пламенный привет из Риги! И сегодня вас ожидает нечто необычное. Наше видео будет культурологическое, историческое, немного политическое, в котором мы рассмотрим символы и детали в архитектуре, поговорим о сохранении памятников и немного о христианстве. Причудливое сочетание, правда, но если вы будете внимательно меня слушать, то я думаю, что у вас будет очень такой примечательный материал для осмысления. Итак, мы находимся на левобережье, там правобережье, где центр старого города, ну вообще центр Риги и старый город, так называемый, с исторической архитектурой среди веков. Глазами вид здесь еще более прекрасный, чем вы можете видеть на камерах. Соборы, речные трамвайчики, там Рижский замок, Вантовый мост. Вот здесь, ну, будучи в Риге, обязательно прогуляйтесь. Возвращаемся к сталинским перилам, загородкам, да, с этими серпами и молотами. И вот эта часть, вот эта небольшая часть, мы со стороны дам БАБ, я бы ее сохранил как историческое наследие, как память. Здесь такой небольшой приятный закуток красивый. К тому же сам мост, вот этот каменный мост, который он называется, тоже был построен в сталинские времена. Уже основательный такой, по тем временам 50-е годы. И здесь вот эту композицию по-хорошему надо сохранить. Там, кстати, Вантовый мост тоже построен в советские времена, в Московской Олимпиаде 80. Ну и если мы посмотрим немножко вдаль, то увидим шпиль Святого Петра, самое высокое сооружение средневековой Риги. Там же смотровая площадка есть. Ну, а сейчас я перейду за мост с другой стороны, покажу, как там все уныло, насколько далеко тянется эта набережная. И вот с той стороны набережной, вот я уже здесь. Тут тоже, в общем-то, красивые виды. Тут мы видим и железнодорожный мост, который еще в царские времена был построен. Он заклепочный. И там вдалеке, опять же, Сталинка, Академия наук. Ну вот, звезду с нее сняли еще в начале 90-х. И вот, возвращаясь к променаду, вот эта часть совсем убогая. Видите, здесь ремонт не видел. Не видела она ремонта еще с советских времен. Все заржавело, асфальт такой побит в заплатках, кое-что отваливается. И вот обратите внимание, здесь несколько вот этих вот штук сталинских серпов и молотов выломано, выбито просто. Но я не думаю, что это вандалы или какие-то националисты делали. Скорее всего, растащили на сувениры, потому что знают, что рано или поздно это все снесут. Должны ли бы он были делать еще при Ушакове, ведь здесь, ну, не так давно появилась дорогущая библиотека. Видите, такое современное здание с конференц-залами. Но за ремонт так и не взялись. Видите, все это с советских времен как было, так и есть. А променад, он тянется очень далеко. Он тянется туда вдаль. Там еще достраивали Прибрежневе его, там уже нету сталинской вот этой советской символики. И вот эту часть, я согласен, ее полностью надо переделать, сделать выходы к воде. Можно этот забор полностью убрать, сделать красиво. Ну что ж, сейчас мы идем к памятнику освободителям и посмотрим, что же там происходит. Вот, вот он памятник. Мне пришлось подойти со стороны парка, с задней стороны, потому что все перегорожено. Ко всем въездам стоят полицейские машины. Хотя вот парк пустой, да, людей здесь как бы нету. Ну, с главного входа вообще не подойти. Там заборы, машины, там дороги. Поэтому я спокойно обошел, подошел с обратной стороны парка. И вот эта вся конструкция, сооружение, родина-мать. Вот там вот, там освободители с другой стороны. И сама Стелла. Вот они стали красавцы, воины-освободители. Ну, с этими флагами латышеско-украинскими. Как будто Ригу освобождали только латыши и украинцы. Сейчас это комично выглядит. Сама Стелла. Высотой она около 80 метров. С позолоченными звездами. И все это появилось в 1985 году, к 40-летию Победы. Вот, посмотрите, как это выглядело при Ушакове, когда тут проводились праздники, было много народа. Это я снимал в 2016 году, как вы видите, сцена, там всякие мероприятия проводились. Приглашались артисты, много цветов. Все это красиво, празднично, никто не хулиганил, было спокойно. Вот она, родина-мать. Было нормально. Вот тут вот люди отдыхали, шатры, опять же, Стелла. Но в этом году людям отпраздновать не дали. Здесь же в парке там-сям сохранились исторические скамейки, которые были поставлены в том же 1985 году. По краям вот были мусорники, по центру подсветка. Это все работало и было в хорошем состоянии. Но сейчас, сами видите, состояние довольно плачевное этого всего. Птенчик какой полетел. Ну вот, наконец-то появилось солнышко. Мы можем еще раз взглянуть на эту Стеллу, на территорию памятника. И вот они, солдаты-освободители. Самое интересное, что солдаты-освободители, они же были совершенно разных национальностей, от узбеков до латышей. И они искренне освобождали Латвию, они не имели никакого отношения к идеологии, к тому, что здесь будет дальше. Но об этом мы поговорим вот прямо сейчас. рассматривая красоты парка. Что еще очень примечательно, что данный парк появился в 1909 году в преддверии широкомасштабного празднования 200-летней годовщины со дня присоединения Риги в качестве столицы Лифляндии к Российской империи. Ведь Петр I отбил Ригу у шведов, и вот к 200-летию вот этого всего впервые появился этот парк. А теперь следите за мыслью. Неолиберальной общественностью принято сильно ругать советский период и вообще коммунизм и все, что с ним связано. Но тут я приведу аналогию между коммунистическим правительством СССР или того же Китая и аврамическими религиями, более концентрируясь на католической церкви, как флагмане христианства в Европе, которое было очень долгие годы. Смотрите, такая занятная ситуация. Советская символика запрещена в Латвии, Литве и Польше, ну по крайней мере в Европе, если мы возьмем, но только в этих трех странах. Не будем пока почему только в этих трех, давайте посмотрим, а знаем ли мы хоть одну страну в Европе, где запрещен католицизм или в более широком смысле христианство. Споставление здесь такое, что в средние века да и позднее христианство, в особенности католицизмом, он позволял себе страшные вещи, охота на ведьм с пытками и казнями оных, устранение еретиков и инакомыслящих со всякими там заключениями и зашренными экзекуциями, крестовые походы, где народы посвящали в христианство огнем и мечом. Существовала также широко была распространена педофилия в то время. Даже некоторые папы были в ней замешаны. Это вы можете покопаться и изучить это исторически. Так постойте, почему же тогда христианство не просто не запрещено, а поощряется и используется как инструмент правильного воспитания? А? Хотите сказать, что католицизм уже не тот и современные христиане такие добропорядочные и почти святые? Ну, да, христианство уже не то, что в средние века, и оно не имеет прежней власти, они не могут больше пытать людей, устроивать крестовые походы и тому подобное, да? Но сколько столетий прошло? Сколько христианству потребовалось времени, чтобы стать вот таким вот более-менее культурно цивилизованным? Вопрос риторический, не правда ли? Столетия понадобилось? А теперь давайте посмотрим, сколько существовало СССР и коммунистическая партия при нем. Она существовала всего лишь 70 с небольшим лет, это не столетие, это всего лишь десятилетие. И за эти 70 с небольшим лет было сделано гигантское переосмысление в идеологии. Сталинские репрессии этого грузина-параноика осудили еще при Хрущеве, а при Горбачеве расширили и углубили. При Брежневе уже КГБ не лютовал, было свобод побольше и более-менее сытая жизнь. А при Горбачеве вот тебе и плюрализм мнений, кооперативы и широкие возможности самовыражения в искусстве, какие фильмы тогда снимали, вспомните, не помните, так пересмотрите несколько. Свобод стало больше за эти 70 с небольшим лет, чем в некоторых вообще европейских странах, даже в современных европейских странах. То есть, это просто гигантский идеологический прорыв за 70 лет. Еще в СССР, например, культивировался интернационализм и мало где вообще встречалась вражда на национальной почве. Оголтелый национализм в Советском Союзе проявил себя только в конце 80-х на фоне всеобщей гласности, когда можно было очень многое себе позволить и когда появилось много царьков, желающих захватить власть в своей песочнице, ну и просто из людей палилось не только хорошее, но и законсервированное говно. А теперь смотрите, в Латвии, да, вот это Латвия, Литва, Польша, я сказал, вот где еще кроме Латвии запрещали, например, в этом году праздновать День Победы и вообще даже с российскими флагами выходить. В том Берлине, в Берлине два памятника освободителям, советским солдатам, никто их сносить не собирается и мало того, там проходили мероприятия на 9 мая, их даже охраняли, местная полиция, чтобы людей не трогали, все проходило чинно и мирно. В других европейских городах, по крайней мере, в большинстве европейских городов то же самое, но не в Латвии. Есть мнение, что памятники вообще нельзя сносить. Вот, например, что говорит Юстус Ульбрихт, известный немецкий историк и директор объединения Денг Малфорт. Снос памятников, как и их закрашивание или нанесение им вреда, бесполезны и недопустимы, а смешивание понятий советский и российский ошибочны. Немцам после войны в целом тяжело воспринимать воинские мемориалы, посвященные героям, потому что понятие героя стало очень спорным. Однако, даже если нам сложно воспринимать эстетику героических монументов, каждый памятник это часть истории города. Мое мнение, любые памятники надо всегда оставлять, комментируя их, но не нанося им вреда. Ведь если меняются мнения о тех или иных исторических событиях, памятники тоже меняют свое лицо, даже если форма остается прежней. Как говорил Юстус Ульбрихт. А от себя продолжу, что даже если не придерживаться радикальной позиции сохранения памятников в первозданном виде, то возвращаясь к памятнику в Парке Победы, тут надо было хорошенько подумать, провести дискуссии, как наполнить композицию новыми смыслами, чтобы памятник или его снос не разъединял людей, а наоборот объединял. Когда освобождалась Рига, освобождалась она в первую очередь солдатами разных национальностей, это уже потом политики делили Европу. Данный памятник можно было бы переделать в истину народный, что-то наподобие за мир и дружбу народов, не разрушая при этом его, а слегка переделав и дополнив композицию. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Если этот памятник все же снесут, демонтируют, что, скорее всего, и произойдет, ну что поделать, такие власти, мотайте на ус и больше никогда не голосуйте за радикальных политиков. С наилучшими пожеланиями, ваш гид Андрей. Продолжение следует...